Тесты по категориям и выявления контактных лиц, Кабмин ужесточает контроль за карантином. Число ежедневных тестов должно возрасти до 30 тысяч до 15 сентября. Кабинет министров усиливает контроль за соблюдением карантина. В частности, правительство вводит ежедневную работу Государственной комиссии ТЭП и ЧАЭС из-за ухудшения эпитетуации. Об этом сообщает правительственный портал. Денис Шмыгаль отметил, что в связи с ухудшением эпидемической ситуации, правительство вводит ежедневную работу Государственной комиссии ТЭП и ЧАЭС и усиливает меры контроля за соблюдением правил карантина, указано в сообщении. По словам премьера, до 15 сентября 2020 года количество ежедневных ПРЭ-тестов должно увеличиться до 30 тысяч. Также должна быть введена категоризация тестируемых лиц. Нам нужно обязательно отдельно маркировать тесты представителей нацполиции, врачей, учителей и других категорий работников. Так мы сможем получить более детальную статистику и понимание, в каких категориях болезнь распространяется быстрее, пояснил Шмыгаль. Премьер подчеркнул необходимость создания системы отслеживания контактных лиц путем опроса. По результатам внеочередного заседания Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, глава Кабмина поручил Разработать механизм командировки эпидемиологов Госпродпотребслужбы в лабораторные центры Минздрава для проведения эпидрасследований. Руководителям ОГО и Министерству здравоохранения активизировать работу по увеличению количества кайкомест с подведенным кислородом в больницах второй волны приема больных COVID-19. Нацполиции ежедневно во время заседания комиссии предоставлять отчетность о проверках по соблюдению карантина. Министерству цифровой трансформации ежедневно предоставлять информацию о количестве установок приложения ДИИ в дома. Напомним, по состоянию на понедельник, 10 августа, в Украине к ослаблению. Карантина не готовы 9 областей. В двух регионах превышены показатели загруженности коек в больницах. Как писала РБК Украина, глава Минздрава Максим Степанов уже обращал внимание, что украинцы стали тяжелее переносить коронавирус, а в стране увеличилось количество госпитализаций и летальных случаев.